Все, собрались. Кондиционер? Да, кондиционер включить был просто прекрасный. Мы сейчас будем начинать засыпать здесь. Все, в духоте в этой. Прекрасно. Так, ну давайте начнем. Мы с вами должны вернуться к некой схеме, потому что формально, допустим так, мы закончили некую важную часть второй книги Торы, постепенно-постепенно продвигаясь по ней. А именно мы довольно долго сидели на главе Трума. Вот эта вот схема, вы знаете, Дешеллах это рассечение Красного моря, Детро, Дарование Торы, Мишпатим, то, что было до Дарования Торы, вы помните, что главы перепутаны, законы, которые были даны до Дарования Торы, для того, чтобы попробовать, какая она, эта Тора. Потом Трума и Тецаве, две недельных главы, это уже тогда, как она после Йом-Кипура начали собирать все, что необходимо для строительства храма, для Мишкана, и это позже. Потом Китеса, сюда относятся следующая глава, это описание Золотого Тельца, мы уже долго на эту тему говорили, и конец, он, что как ни смешно, находится в конце, там, где он должен находиться. То есть завершение книги Шмот, второй книги Торы, оно совпадает с хронологией, что вот первого Несана должен был открыться за 15 дней до второго Песаха в еврейской истории, а Мишкан, переносной храм, уже построен. Так вот, мы долго-долго говорили о предметах храма, главе Трума, но мы могли еще столько же говорить, потому что мы не говорили, как следует, ни про жертвы, ни про то, ни про все, но я уже просто видел, дело, что народ утомился всеми этими сложностями заниматься, касающимися предметов храма, и надо все-таки, может быть, чуть-чуть сдвинуться с этой точки. Значит, я напоминаю, что мы находимся здесь, вот, между этими двумя главами, Трума и Тесаве, мы находимся уже в 11-м Тишереи, то есть после Йом-Кипра Золотой Телец уже был. Но до этого момента, учитывая вот эти вот 40 дней тут, 40 дней тут, 40 дней тут, потому что Мошар Абрин все время уходил и приходил. И вообще судьба еврейского народа до Йом-Кипура была неясна. Вы знаете, что до последнего момента, до Йом-Кипура было непонятно, вообще будет еврейский народ в таком виде или не будет, или за грех Золотого Тельца в итоге Творец примет решение этот еврейский народ, вот в данной его версии, уничтожать и воспроизвести другой народ, который тоже будет еврейским народом, поскольку он будет происходить от евреев. Но это будет совсем другой уже еврейский народ, лично от Моисея. То есть, чтобы вот от Моисея произошел новый еврейский народ, который заново, как бы, получит Божественный закон, а те, которые с Золотым Тельцом простратились, будут уничтожены. Мой Шарабейн, как вы знаете, с помощью этих трех, двух, сорока дней он отмолил этот страшный грех Золотого Тельца, и еврейский народ сохранился. И вот здесь вот, когда сразу после истории этой всей, закончившейся Золотым Тельцом, то есть после Йом-Кипу, начался сбор средств на храм, здесь был задан вопрос. Вопрос очень тяжелый и болезненный. Вопрос структуры вообще еврейской жизни. Кто, кем командует? Кто за что отвечает? И вообще, как с точки зрения сословных и, соответственно, здесь административных всяческих моментов еврейский народ должен выиграть? Потому что до этого момента никакого, на самом деле, порядка у евреев официального не было. Почему? Потому что вышли из Египта, прошли, получили Тору, то есть установили отношения с Богом, и было всем понятно, что Мой Шерапейн и Моисеев как будто главный какой-то. И поскольку он ушел, когда получал Тору на горе Сина и оставил вместо себя Аарона, было понятно, что его родной брат Аарон он тоже якобы какой-то главный. Но какой главный? Кто за что отвечает? У кого какие погоны? Это было неизвестно. Было ясно, что у Мошея Аарона есть контакт с Творцом, и на этом единственном основании они могут чего-то евреям приказывать, говорить, объяснять, куда-то евреев тащить. И оказывается, что после того, как были описаны предметы храма, мы об этом говорим, после того, как были даны подробные указания, что и где должно стоять, и что выражать, стал естественный вопрос, а кто в этом храме будет работать? Как это все будет функционировать? Кто будет руководить всем? И началась серьезнейшая стадия становления еврейского народа, когда это из неформальной, такой большой-большой, замечательной, теплой компании должно было превратиться в какую-то более-менее формализованную структуру. И мы с вами прекрасно понимаем, насколько это тяжелый и болезненный момент. Потому что, когда просто друзья сидят за столом, улыбаются друг к другу, обсуждают что-то, даже если среди друзей есть какой-то более авторитетный человек, и все так, по какому-то договору, просто потому что они его уважают, принимают для себя его авторитет, как-то больше к нему прислушиваются, это одна ситуация. А когда вот этот вот неформальный лидер приходит в коллектив, уже в погонах, с портубеей приходит в коллектив, а то и с ногами, и выясняется, что он не просто, как этот друг, старый неформальный лидер, а теперь он будет им приказывать, он будет их совершенно официально тащить и совершенно официально наказывать за нарушение его всяческих, приказаний, это, конечно, совершенно другая история, и совершенно резко меняются отношения между этими людьми. Это очень большая тема вообще, формализации коллектива, она в традиции очень подробно обсуждается и рассматривается, это один из наиболее болезненных моментов вообще для любого коллектива, для любого собрания людей, чтобы распределить эти погоны, и чтобы после этого какие-то более-менее нормальные человеческие отношения тоже сохранились, не только отношения вертикальные, я тебе приказал, я начальник, ты дурак, а вот мы же вчера друзьями были, какие могут быть друзья, когда я начальник, а он дурак. Вот все эти проблемы многочисленные, известные, они очень подробно рассматриваются, изучаются с психологической стороны. Но, тем не менее, эта проблема возникает здесь. Что написано в начале главы Тет-Сабе? И вообще, что такое Тет-Сабе? Что означает это слово? Ну, давайте мы попробуем понять, что оно означает. Значит, говорит глава, я просто немножко запишу эти слова, Тет-Сабе, Эмбнейсроэль, Кри-Ху, один поступок напишу, да? Эй-Лэ-Ха-Шэ-Мэн, Зай-С-М-За, Ка-Сис, Ла-На-Ор. Это один стих тот, да? С которого начинается, начинается глава Тет-Сабе. Значит, Ве-А-ТА, И-Ты, начинается глава. Вместо того, чтобы, как обычно, и говорил Всевышний, обращаясь к Моше, так, и какой-то текст, иди скажи, сыновья, и Израиль, и Мтоты, ничего. А-ТЫ, Тет-Сабе, Тет-Сабе, означает, прикажи. Вот этот вот, Хорь, Тсав, Тсав, который, внутри, слово Мицва, живет, слово Мицва, слово Цав, приказ, Мицва, то есть повеление, заповедь, в лонгах, он означает, именно это. Ты прикажешь, А-ТА, Тет-Саве, кому это обращение к Моше, Бог обращается к Моше, ты прикажешь, ну, такие, да, понятно, кому, Эль, Э-Ней, К, сыновьям, да, А, некрасиво написал, так, И-Сра-Эль, да, Э-Ней-Сра-Эль, сыновьям Израиля, ты прикажешь, В-И-К-ХУ, и возьмут, Эй-Лэ-Ха, возьмут для тебя, что они возьмут, Шэмен, масло, ЗА-И-С, ЗА-И-С, по-пашкинадски, ЗА-И-С, конечно, по-сифански, ЗА-И-С, это оливка, да, ЗА-И-С, размер, Шэмен, ЗА-И-С, масло оливковое, ЗА-Х, чистое, идеально чистое оливковое масло, дальше, катит, катит, куда оно катит, катит, раздробленное, то есть, когда начинают давить оливки, первое масло, которое выходит, оно, используется для минора, ЛА-МА-ОР, для светила, не для минора написано, МА-ОР, слово ОР, вот оно, ОР, да, свет, МА-ОР это светило, для светила возьмем, какого светила, каким маслом надо, и какое светило, заливать, и вообще, о чем этот разговор, почему именно сейчас, между приказом, о, всяческих предметах храма, и следующих, касающихся знаменитого, скафандра для первосвященника, вот этой вот специальной одежды, в которой первосвященник должен был делать все, и благодаря которой, всякие очень важные вещи происходили в грейском народе, почему в центре, как говорится, двумя вещами, стоит вот эта вся история про масло, оливковое масло, которое выбирается для минора, ну, вы знаете, все это дело, что когда они выращивали это, оливковые оливки, это были специальные оливки, когда они начинали из них выжимать масло, то буквально первая капля, вот первая, самая чистая, в которой никакого нету жмыха, никаких, чистая как слеза, она таки шла на минору, из каждой оливки по одной маленькой капельке, так собиралось масло, чтобы вот чистейший огонь миноры, миноры, который обозначает мудрость, божественную мудрость Торы, собирался, и вот это описание, значит, здесь говорится. В чем смысл этого обращения к Моше? А оказывается, говорит Ура Хаим, Абейну Хаим, Менатар, один из наших крупнейших законодательских комментаторов, больше комментаторов, говорит он, что эти слова, и ты прикажешь, показывают, что ситуация сегодняшнего дня изменилась. Вчера ты говори, сынам Израилев, ласково, нежно, приходи к евреям, вот товарищ еврей, такое мнение слышите. Сейчас все, разговоры завершаются. С сегодняшнего дня ты начинаешь приказывать евреям, ты становишься абсолютно официальным, административным руководителем евреев. Потому что дальше будет сказано, через несколько строк, буквально, а так, а и ты приблизь к себе, это Аарона Хихавет Банавито, твоего брата Аароны и его сыновей. То есть это следующий приказ, который получил Моше, сначала ты начинаешь приказывать евреям, это первый приказ, а второй приказ, что должен приблизить Аарона, и Аарон тоже должен занять какую-то официальную должность. С этого момента оказывается, что именно Аарон становится первосвященником. Личность этого великого человека, выдающегося, и, в общем, прежде всего, как отдельный, такой, существовавший в старые добрые времена величайший еврейский деятель, или пророк, но не только с этой точки зрения, как родоначальник священничества, родоначальник коина, все, кого на это его происходит. Личность этого человека, Аарона, она традиционно неправильно понимается. Нееврея, конечно. У нас, слава Богу, в традиции очень подробно описывается, что это был за человек. Но очень многие люди, светские люди, очень многие неевреи, которые читают текст Библии, интересуются им, совершают очень большую ошибку, проводя некую такую линию противостояния между Моше и Аароном. Говоря, что Моше, он был такой за Всевышнего всегда, а Аарон же участвовал в грехе Золотого Тельца, и в Торе написано, что Аарон развратил евреев, и в Торе написано, что Моше обращается к Аарону и говорит Маса, алиха, амазаки, вейт, алах, атак, атак, что тебе сделал этот народ, что ты ввел его в такой великий грех, говорит Моше и Аарон. Ну мы объясняли эту фразу с вами подробно, потому что она имеет особенный глубокий смысл, но если читать по-простому, ничего не понимать, что написано на самом деле, просто с переводом. Получается, что Моше обвене такой верный Богу пришел, а Аарон там устроил вот это вот развлечение с тельцом, и получается, что Аарон такой вроде бы как бы не дай Бог предатель. И может быть оно было бы и логично до какой-то степени. Если бы потом не было написано, то о чем мы сейчас учим, что нужно будет говорить Бог, обращаясь к Моше, ввести Аарона в должность первосвященника, помазать его вот этим вот, не, другим, маслом помазания и специальный знак ему на лбу нарисовать, означает, что он такой особенный человек. И в Торе написано прямым текстом от имени Всевышнего «Выкидаштаутое ты осветишь его вояя кодыш кодыш и он будет святой святых». Кто? Аарон. Лично Аарон он называется кодыш кодыш святая святых. Этот человек, который якобы там вел грек, устроил историю эту всю с тельцом, значит, очевидно, что если бы он действительно был виноват, если бы он действительно был таким врагом Всевышнего, то ни о какой святости, тем более высшей святости, чтобы назвать его святая святых человека живого, естественно, речи не шло. Мы отсюда, в том числе, понимая, что у Аарона были какие-то свои намерения в этой истории с Золотым Тельцом, что он ошибся, это была трагическая ошибка, и несмотря на то, что это была только ошибка, он страшнейшим образом поплатился за эту ошибку, как мы знаем, что он потерял половину своих сыновей на всем этом деле, кто бы погибли в его идее за это, он сам страшно мучился, это все известный факт, но тем не менее этот человек называется Кодыша Гадашим, святая святых. Почему он называется святой, святая святых, и почему этот человек, который действительно принимал в грехе Золотого Тельца участие, все-таки избран первосвященником. Как это так получилось, что буквально в двух главах Тора, рядом в главах Тора, глава Тельца В, которую мы сейчас начали немножко читать, и рядом с главой Тельца В, глава Китиса, где описывается грех Золотого Тельца, бывший задолго до этого, с перестановкой этой филонологии знаменитой, как это получается, что в одной главе этот человек, он Кодыша, который святая святых, а в следующей главе он начинает всю эту страшную историю с Тельцом, его во всем обвиняют. Как это одно с другим примирить? Вопрос, который всегда был всем тяжелым. Почему именно этот человек стал первосвященником и таким святым обвиняем? Это вопрос, на который мы должны будем с вами обвязать на ответ. Но перед этим мы потихонечку будем разбираться. Что происходит? Есть две ветви власти. На 40 лет вперед это все решается, до входа евреев святую землю. Вет власти политической и вет власти духовной. Политическую власть с этого момента представляет Мушарабейд. Он официальный руководитель еврейского народа. И как мы с вами знаем, что как только он был официально назначен, как только он начал не просто мило разговаривать с евреями, а как только он начал им приказывать, сразу начались проблемы. И причем львиная доля этих проблем, основная часть этих проблем, как раз из-за этого-то и происходит, что до того в неформальном таком приятном общении это все можно выдержать или это как-то можно воспринимать. Но тогда, когда ты вдруг становишься совершенно официальной частью коллектива, членом общины, ты где-то там записан, ты к чему-то относишься, от тебя постоянно что-то требуют, на это ты должен сдавать, туда ты должен ходить, в это место ты не должен опаздывать, это совершенно другой разговор. И, конечно, наш еврей, когда вдруг с ним начинает разговаривать таким официальным языком, он моментально ощетинивается, моментально начинает пятиться, он говорит, а почему? Почему это я должен? Пусть он, и вообще. То есть, вот это вот стремление к регрессу, к разрушению структуры, которая заложена, в общем, наверное, в каждом человеке, оно тут же просыпается и начинает работать, причем во всех сразу. Потому что до этого никто же никого никуда не записывал, и никто не считался единицами этой огромной суммы под названием еврейская община. И поэтому, конечно, момент был очень и очень тяжелый, и очень болезненный. И главное, что, несмотря на то, что Моше и Арон совершенно с полным основанием все время перекладывали ответственность на Бога, то есть, они-то были не виноваты ни в чем. Это и Всевышний назначил на эти должности, на политическую должность как бы царя еврейского народа, это Моше. И на вакантную должность главного духовица и священника в еврейском народе был назначен его брат Аарон. То есть, это было сверху все сказано и дано. Тем не менее, все равно были постоянные скандалы. И в принципе, из этого мы, кстати, знаем с вами, что это очень важное, великое мастерство для руководителя. Кто-то может подумать, что это не очень красивое поведение для руководителя, но это на самом деле великое мастерство для руководителя не быть виноватым перед коллективом. Это не для него нужно. Не только и не столько для него самого нужно не быть виноватым перед коллективом. Сколько для того, чтобы коллектив чувствовал себя спокойно, не разрушал сам себя, не поднимал восстаний и не писал во все возможные и возможные органы анонимки на во всем виноватого руководителя. Поэтому вывести себя из-под удара человек, руководящий коллективом, должен уметь просто гениально. Это главное его вообще работа. Очень часто бывает, что это невозможно в принципе. Это тяжелый случай. Это очень тяжелая ситуация, когда ты оказываешься крайним и ты ни на кого ничего не можешь свалять. Конечно, речь не идет про обманы какие-то. Никто не говорит ни про подлоги, ни в коем случае. Но когда есть возможность подчеркнуть, как мы говорим, преподнести что-то правильно или неправильно, нужно знать, как это делать. Например, очень часто в еврейской общине возникает ситуация, когда необходимо кого-то выгнать, уволить. Есть работник в еврейской общине, который много лет посвятил еврейской общине, но он так работает сейчас уже, или выясняется, что он всегда так работает, что его надо убирать. и есть какие-то симпатии у людей в отношении этого человека, но ты понимаешь, что ты должен для того, чтобы это вот то, что он делает, прекратить, ты должен его убрать. Ты ни в коем случае не можешь сейчас сделать это так, чтобы все шишки летели на тебя как руководителя общины. почему? Потому что ты окажешься виноватым, может привести к расколу общины, вообще все это. Что нужно делать? Обязательно это решение должно приниматься целым коллективом людей, люди, которые ходят в общину, которые спонсируют общину, все это должно быть очень аккуратно сделано, так, чтобы это было некое решение, правильно воспринимаемое общиной. Ну и здесь мы видим, что даже в этих случаях очень часто не помогают, не спасают. Значит, на эту тему Ахай Макадош приводят знаменитые слова Тора. Слова Тора, которые, в общем, морально очень красиво поднимают, возвышают еврейский народ, и когда мы их слышим, и когда мы их читаем в Торе, в главе и трон, перед самым дарованием Торы, мы мысленно начинаем как-то так приподниматься, может быть, даже возноситься, и думать, что вот какие мы замечательные люди, евреи. Но рано или поздно любое разочарование все-таки должно произойти, поэтому эти прекрасные слова, которые действительно могут быть восприняты как некий гимн просто еврейскому народу, я вам сейчас приведу с правильным их разъяснением и пониманием. Да, действительно, перед дарованием Торы Бог обращается к евреям и говорит, царство священников и народ святой. Вы будете для меня, говорит Бог еврейскому народу, царством священников и народом святым. Красота-то какая! Сразу чувствуешься одновременно, и то, что ты для Бога, и то, что ты один отдельно взятый еврей, царство священников и что ты один народ святой. Но оказывается, что это только внешнее впечатление, что фраза эта обращена ко всем евреям. Но в конце концов, не может же она быть обращена к Агановичу и Троцкому, вы же понимаете. Значит, она обращена к каким-то определенным людям. Так оказывается, что узок круг, цитирую, неправильный источник, этих людей, очень узок. Мамлехет Куганин, царство священников и народ святой. Это оказывается несколько должностей, которые здесь распределяются. Мамлехет, царство, идет Моисеев. Царство, запятая. Священники идут от Аарона, Куганин. Еще одна запятая. Бегойка душа, народ святой, это одно из двенадцати колен левиты, которые таки, да, всегда были за Всевышнего, стояли насмерть, не поклонялись золотому тельцу, ничего, вот такая вот картина, печаль. А что все остальные? А как же мы? Ну, в принципе, теоретически, написано у Рамбома, это очень известная вещь, что это касается не только Коина, это знаменитый такой Рамбом, очень известное место в его законах, что если человек хочет на себя взять обязанность служения Творцу, он может войти в эту красивую компанию. Но просто так, без большого желания и старания, эти погоны никому не присваиваются. Царство священников и народ святой, это некий лозунг, который нарисован на определенном месте, и в это определенное место еще надо попасть. Это не просто так все раздается, естественно. Так вот, значит, началась вот эта раздача должностей, и началась она почему-то с миноры и ее масла. Здесь есть очень интересные всякие моменты. Например, вот это слово Катит. Катит. Кузакатит. Что этот Шемензай, вот это масло оливковое, оно должно быть раздробленное, написано в том. Оказывается, слово Катит, вот это оно разделяется на две части. Первая и вторая. Катат и Ютат. Катат это 420, а Ютат это 410. Это годы в течение которых существовало два храма в Иерусалиме. Первый и второй храм. Потому что оба этих храма были нехтативы, они были раздроблены, разрушены. Третий храм, который не должен быть разрушен, который будет светом для всего мира, как объясняет Рабейна Пакая, связан со следующим словом светило, маор, слово света на то, что наконец будет в мире с построением третьего храма. Теперь, почему вся эта история с тремя храмами сюда встраивается? Почему история про разрушение храма в том свете сюда встраивается? Орахаин пишет в своих разъяснениях, что оказывается есть такое место в Зоборе, очень несложное с первого взгляда, что есть четыре изгнания в еврейской истории. Первое из них это изгнание в Вавилон, второе, как вы знаете, это изгнание в Персию, потому что оно просто продолжило то, что было с Вавилоном, потом изгнанием называется Греция, хотя евреи никуда не изгоняли, евреи жили на территории Святой Земли, у них было изгнание дома, и отсюда мы с вами учим, что изгнание может быть дома, прямо в Эра Цесровая, в Святой Земле человек сидит и находится в изгнании, потому что греки завладели Святой Землей, полностью там все переломали, теперь четвертое изгнание это наше с вами изгнание, начавшееся с Рима, латинское изгнание, начавшееся с разрушения второго храма и до сих пор идущее, самое длинное и самое тяжелое, и объясняет Зору, что оказывается одной из причин того, что наше изгнание самое длинное и самое тяжелое, является то, от кого зависит его прервать, оказывается, что первые три изгнания с Вавилон, Персии и Греции, они были связаны с заслугами трех наших великих праведников, трех наших прорцов, Абрама, Исхака и Якова, что в заслугу Абрама, благодаря влиянию Абрама, евреи были спасены из Вавилонского изгнания, благодаря влиянию Исхака от персидского, благодаря влиянию Якова от греческого. Как это распределяется, почему именно эти великие праведники связаны с этими знаниями, это отдельная очень интересная большая тема, может быть, мы как-нибудь вернемся к этому вопросу. Но, кто отвечает за последние знания? Кто отвечает за то, что произошел переворот, поворот от раздробленных двух храмов к третьему храму, который является светочем для всего мира? Кто за это в ответе? За это оказывается в ответе говорит Зоор Мошер Абейн в Моисе. И написано настолько жестко и настолько прямо что он не видит ли, он не хочет спасать евреев, которые не занимаются по-настоящему, не углубляются по-настоящему в тот божественный закон, который он им передал. Мошер передал им святую Тору, а евреи святой Тору как следует не занимаются. Поэтому пусть сидят в изгнании. Третьего храма не видят, пока не начнется нормальное, систематическое, углубленное изучение закона. Вроде бы вот такая мысль излагается в каббалистической пиле. Теперь, что получается? Мошер Агрейда получает вот этот приказ, становится царем, он становится как бы официальным царем на 40 лет в еврейском народе, официальным административным таким вот руководителем, и тут же в этой фразе, в одной фразе, в конце ее показывается, что от него очень-очень многое зависит. Что на него накладывается не только функция руководства еврейским народом в том поколении, но он, видите ли, оказывается, будет отвечать на протяжении истории, потом, много поколений вперед, он будет отвечать за то, чтобы человеческая история окончательно оформилась, пришла к логическому завершению в виде построения третьего храма и исправления человечества. Он назначается на очень высокую должность здесь. И он будет приказывать сынам Израилевым на протяжении всей истории, как будто бы, да? царем. ну, 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 непонятно, что еще становится царем? Вот, например, наш нынешний президент, может стать царем? Сейчас, 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 смотри, этот может, вы знаете, много. Мы сейчас говорим о официальных каких-то моментах свыше данных еврейского народа. Что значит становится царем? Наши комментаторы называют Мошер Абейну Мэр царем, не потому, что он был официально по Галахе царем, потому что, как вы понимаете, царем по еврейскому закону может быть человек только из рода Давида, а Мошэ был Левит, значит, это раз. Во-вторых, царем может быть только человек в Иерусалиме, в святом городе, значит, на месте, на святой земле, а все это происходит не в святой земле. Поэтому он называется царем в смысле таком более широком, в смысле руководителем еврейского народа, официальным, единственным руководителем, политическим лидером еврейского народа. Тогда это называлось обычно словом царь, сейчас это называется там слово президент. Ну, некое просто такое название для официального руководителя. Конечно, не по Галахе, это понятно. Вот, так вот этот момент, он от него зависит, от него все это зависит. Что же здесь вообще написано, вот эти все слова, которые мы еще не расчеркали, не подчеркали никак. Что это такое вот все? Ты прикажешься нам в Израиле и возьмут Эйлеха для тебя масло помазания чистым. Оказывается, здесь мы не только должны читать о простой заповеди, которая была возложена на евреев, взять такие действительно идеальные чистые оливковые масла и начать зажигать минор. И должен был это делать Ару. Мы с вами знаем, что как идея, которая стоит за минорой, идея божественной мудрости, она раскрывается во всех, во всех элементах, касающихся минор. И получается, что здесь написано что-то такое, что касается постижения божественного закона. Что-то написано такое, что нас должно чему-то научить в связи с изучением святых книг. В связи с тем огнем мудрости, который горел в этой миноре и который давал возможность людям в том поколении которая видела эту минору все светлее, все яснее видеть божественную истину. Что здесь сказано? Во-первых, сказано, что они возьмут Игхум Эйлэха для тебя. Они возьмут это масло для тебя, для Моше. Как это так понять? Они возьмут это по идее для миноры, они возьмут это для Всевышнего, для Запада. Что значит возьмут для тебя? Возьмут для тебя это означает, что Мошер Абейну является руководителем еврейского народа на сегодняшний день и руководителем галахическим тоже, естественно, он главный раввин. И в старые добрые времена это очень часто совмещалось, что руководитель еврейского народа административный, он и есть главный раввин еврейского народа. То есть это как бы нормальная ситуация. Так вот он решает что в каких пропорциях и каким образом и для чего берется. То есть вообще изучение божественной мудрости оно абсолютно упирается в Моисея, упирается в Учителя. Для меня упирается в моего Учителя, для него в его Учителя и так ровно до человека, о котором здесь говорится, до Мошер Абейна. Есть, как вы знаете, прямая цепочка традиции и она выстраивается эта цепочка традиции от нас до горы Синай. Так вот в него это все для него как бы как он решит, так и должно быть. То есть он как человек знающий лучше нас как правильно зажигать минору, как правильно изучать святую Твору, он нам будет говорить. Это вроде бы понятно. Но что же такое Шемен Заяц Зав? Мы с вами говорили, что этот Шемен Заяц чистое реплое масло должно быть идеально без мельчайших примесей. И дело это оказывается в том, что речь идет о намерениях. Намерениях человека, который подходит к изучению Божественного Закона. И каждый раз эти намерения должны изучаться очень подробно. Я напомню вам буквально двух словах тяжелую историю, которая произошла во времена после разрушения второго храма между учителями Раби Акивы, Рабан Гемлеем и Раби Ашу. Мы эту историю неоднократно с вами вспоминали и обсуждали. Это очень глубокий момент в Талмуде, описанный подробно. Рабан Гемлеем тогда в том поколении после разрушения второго храма был носи, был президент, глава, был прямым потомком Елеем, а Раби Ашу постоянно получал от него обиды, и постоянно у них были сложности и конфликты. Так вот, в один прекрасный день Рабан Гемлеем уволили за то, что он слишком резко относился к Раби Ашу. Мы с вами обсуждали это, потом его обратно взяли на его же место. Мудрецы это была очень интересная такая история. Но, что происходило, когда вот этот вот суперконсервативный жесткий Рабан Гемлеем был у руля? Если вы помните, народу в Ешиве было мало. Скамейки в Ешиве стояли очень широко, и их было немного. Люди, приходившие изучать Святую Тору, были очень малочислены. Почему? Потому что Рабан Гемлеем глава поколения, видимо, в том числе имея в виду то, что здесь сказано про чистейшее оливковое масло, повесил на входе в главную Ешиву следующее объявление. Коль там ничень то фибро аликанес. Всякий ученик, у которого внутри не то же самое, что снаружи, не заходит. Что это такое? Внутри, снаружи. То есть снаружи все правильны. Снаружи все тянутся к чистому свету миноры. Это ж понятно. Но у него чего не внутри. Он действительно тянется к свету? Или он что хочет? Великим раввинам вы деньги на этом зарабатываете? Что он хочет учиться? Какой у него реальный мотив? И если у него есть реальный мотив, который не соответствует определению чистейшего оливкового масла, просьба не беспокойно. Мы здесь праведников собираем. А ты где-нибудь в другом месте дома сиди. И что вы думаете? Вместо того, чтобы прийти в Ешиву и сделать вид, что у меня святые намерения, ходила, обсуждала что-то и все. Основная часть еврейского народа, даже высочайшего уровня тамудиста, вообще в Ешиве не появлялась. И когда его уволили, раба на камлеели, и началась вольница и демократия в еврейском народе. Недолго это продолжалось, я вам уже говорил, его очень быстро вернули на место, раба на камлеели, но в тот день нанесли скамеек в Ешиву, ууууууууууууууууууууу. Народ побежал, объявление сняли, и все, кому не лень, чистое масло, не чистое масло, вообще не масло в конце концов, да, и вообще не масло тоже. Все пришли, сели и стали изучать святую тоже. В принципе, это считается положительным фактом. Потому что Робан Гамлеев увидел сон, написал в Талмуде, что в эту ночь, когда он остался один, и один, естественно, не в смысле физического, не в практического, один как, в идеологическом плане остался один, потому что, так, с точки зрения практического, он остался в Ешиве, он никуда не убежал, да, его уволили из президента, уже территорию не изучали, да, и он сидел вместе со всеми, изучал, но в этой толпе, в этой огромной, шумной толпе евреев, которые набросились на изучение божественной мудрости, он почувствовал себя очень плохо, ну как, я, может, он говорил себе, возвращаясь из нового учения, Что получается, что я не давал евреям изучать святую Тору? Что это такое? Какой я ужасный человек, наверное, думал он. Но, и он видел сон в эту ночь. Такие бочки с какой-то грязью, которые катились, катились одна за другой. Его в этом сне, вроде бы, информировали, что ты не волнуйся, грязи всякой нанесли в Ешиву, какая там демократия, какая там Тора, люди пришли со своими корыстными целями, сидели так, что ты себя не кори, ты себя не обвиняй. И что на эту тему говорит Амут? В элогии это неправильно. Что неправильно? Этот сон был дарован, дан главе поколения великому мудрецу, чтобы его просто успокоить. На самом деле, это был положительный факт, что принесли скамейки, и что люди, которые им только в Кибро, у которых, да, может быть, действительно, внешняя праведность недостаточно совпадает с внутренней святостью, что они все-таки пришли и все-таки занимались. Потому что абсолютно любой еврей должен иметь отношение к святой Торе, потому что, как мы знаем из Талмуда, витокши ловишма-бовишма, когда ты начинаешь изучать святую Тору, не во имя его, когда ты начинаешь входить в божественную мудрость из каких-то корыстных целей, каких-то личных, что-то у тебя есть там такое внутри не очень красивое, что потом ты увлекаешься и забываешь про свои эти корыстные цели, потому что материал, который ты изучаешь, истина, которой ты прикасаешься, она гораздо сильнее и светлее и важнее, чем все корыстные цели, и в какой-то момент, хотя бы на пять минут, хотя бы на один час, сидя над Талмудом, ты просто увлекаешься тем, что дает Всевышний, той мудростью, которую Всевышний дает людям, и забываешь о том, что ты это делаешь исключительно из корыстных побуждений. Ради этого часа, собственно, все делается, и ради этого часа всех надо запускать, пусть сидят. Но здесь написано, что надо взять идеально чистое масло, потому что все остальное масло со жмыхом, с корыстными побуждениями, оно, конечно, тоже может пригодиться, если другого вообще нету, или в добавку, или как-то. Но изначально мы должны стремиться, естественно, к правильному процессу изучения святых книг. А правильный процесс начинается тогда, когда никаких вот этих вот неправильных задних мыслей человека нет. Поэтому изначально дается за полная чистота этого масла, замечательная такая вот прозрачность намерений человека. И это тоже то, что здесь объясняется и дается в руки Моше для того, чтобы передавать евреям. Конечно, это очень тяжелая работа, и каждый раз, даже до самого минимального уровня, ты должен с этим бороться, каждый на своем. Потому что мы с вами говорили, как-то я вам тоже упоминал это место в Талмуде, оно сейчас очень-очень подходит к разговору, когда посадили в тюрьму мудрецов больших, тоже во времена примерно те же самые после разрушения второго храма, римляне посадили. Один сидит и переживает, и переживает, и плачет, и не знает, за что вы меня посадили. Понятно, что вопрос был не в формальной причине. Там римляне, как любые доброжелатели еврейского народа, могли найти любую причину для того, чтобы засадить человека в тюрьму. Почему действительно я сюда попал? Вот как Бог допустил, что я день-деньской, мучаясь, преподаю евреям, ничего плохого не делал вроде бы в жизни, вдруг в тюрьме сижу. Что я здесь делаю, собственно? Так переживал, переживал, а второе ему говорит, я знаю. Может быть, есть такое предположение, ты когда вел занятия, получал от них удовольствие. Получал удовольствие от занятий. Я хочу сразу сказать, не делал вид, что получает удовольствие от занятий. Делать вид, что получал удовольствие от занятий, это митслан. Потому что если лектор куча цори спокойным, убаюкивающим голосом, все с ним. Скорее всего. До сердца это не дойдет. Поэтому, ну же, вот этот живчик, он должен быть, никуда не денешься. То есть, живой ты, полуживой, мертвый совсем, должен прыгать и улыбаться. Потому что великий материал, который ты даешь, надо давать изо всех сил, как следует. Но! Там был вопрос не о том, что там ты правильный или неправильный, а о том, что ты действительно получал удовольствие от своих занятий. Действительно, в глубине души ты выходил из класса, как ах! Тебе было неплохо. Вот так. Про себя! Потому что уже никто не слышит, уже не перед кем это все. Вот. Если так было, или не было. Вот это вопрос. И второй говорит, ох ты меня успокоил! Спасибо тебе, дорогой! Все. То есть, я знаю, за что сижу. Раф, так вам сидеть в тюрьме или нет? А почему нельзя радоваться? Потому что Почему все не задают мне какие-то личные, интимные вопросы? Все не пытаетесь на личности перейти. Верните, что я на свободе! Пока! Нет! Что на меня нет вообще ничего! Обидно даже! Понимаете? Абсолютно чистая ангета! Это не ваша заслуга! Это наше упущение! Это приходящее! Абсолютно! Абсолютно! Я знаю, что бухгалтер общины может это сказать! Что вашими усилиями можно что угодно сделать! Но я просто вас попрошу! Татьяна, почему нельзя радоваться? Понимаете, в чем дело? Радоваться, конечно, можно! Лишь в смысле ты? Но получать удовольствие! Что я был хорошим! Что я сделала! Что ты сделала! Что ты сделала! Посмотри на себя в зеркало! Что ты сделал! Ты рассказал то, что ты с большим трудом своими мозгами каким-то образом запомнил в какой-то момент! Твои учителя в тебя вложили, так ты научился рассказывать! И это ты сделал! Что ты сделал? Тебя научили! Попугай! Сделал! То есть здесь надо очень, знаете, объективно оценивать свои возможности! Сделал! Но! Мы же говорим о каких людях, которые давали какие уроки! Там десять тысяч человек сидит, а вот так вот в течение шести часов! Но человек любой должен получать удовольствие от своей работы, иначе он не будет ею заниматься! Иначе давайте будем отличать удовольствие получаемое от работы просто человеку хорошо! Не то, что он получает удовольствие и наслаждается собой в работе! Да! Ему просто хорошо сидеть и смотреть в компьютер двадцать часов в сутки! Ну, больно! Понимаете? Такой вот современный больной человек, которому приятно мучиться с этими всеми делами, с компьютером с этим он сидит, ему просто хорошо! Это называется же человек, слава Богу, на своем месте получает удовольствие от работы! Но! От себя в работе получается совсем другое дело! Вот это у меня было! Какой я вот здесь! И как я здесь написал! И как там сделал! Это совсем другая история! Это немножко саморазрушение! Потому что, когда вот это я начинает раздуваться, оно тут же начинает с собой загораживать всех! Прежде всего Бога не видно! То, что за своим я разглядеть Всевышнего – это тяжелейшая задача! Очень много на эту тему говорили Хасимы! Да? Очень много в Хасимских книгах прекрасных моментов на эту тему! Что вот когда вот это начинает вот этот маск-дасос работать вот, ногой, рукой и всем телом вообще свое вот это вот «Я» раздувать, то есть за ним уже просто нереально что-либо разглядеть! Потому что человек только смотрит, куда бы он не смоел везде бить себя! Свои отражения во всем! Понимаете? Это очень тяжелый случай! Поэтому здесь нужно отсидеть в тюрьме какое-то время, для того, чтобы понять просто вот, что что-то было не так! Но не всем нам, конечно! То есть это требуется вообще от очень больших ранений по всей тюрьме! А нам можно и без тюрьмы понять! Попробуйте! Вы слышите! Более вот битие прошешана на носу! То есть Новый год! Надо от этих институтов яко не избавляться! Но это делаем! Теперь, значит, что-то происходит! Получается, что вся эта заповедь, она дается мушать для Арон! Чтобы Арон зажигал, чтобы Арон делал! И вот теперь Арон называется Святая Святых! Почему он называется Святая Святая? Я напомню вам! Мы говорили с вами о том великом чуде, замечательном, свестнейшем, сверхъестественном явлении, что ни в храме, ни в мешкании, в переносном храме, Арон Кодыш, вот этот вот замечательный шкаф со стрижалями, не занимал физического пространства! То есть можно было мерить так и сядь, и получалось, что его там как бы нет! И мы уже сказали какие-то вещи, связанные с тем, какой смысл в этом мистическом явлении! Но есть еще кое-что, что мы не сказали! И это важнейшая идея! Дело-то ведь в том, что Арон называется Святой Святых! По-простому говоря! Прежде всего потому, что он единственный человек, который в Святой Святых заходил, да? Такой простой его смысл! Потому что никто, ни люди, ни ангелы не могли находиться в Святой Святых храме! Это место, где стоял шкаф и все! И что все? Один раз в году! Точнее два! Два раза в году, но в один и тот же день! В Йом-Кипур! Да? В день, главный для еврейской вообще истории еврейского калитаря, первосвященный храм во всем этом своем, значит, одеянии, служивший в течение всего Йом-Кипура, снимал это одеяние два раза, много раз переодевался, одевал такие белые льняные одежды, очень простые, не в своем этом удивительном золотом скопанке, а в льняных простых белых одеждах, с совком в руках, на котором было воскурение, специальная жертва, заходил в святую святых, ставил этот совок перед шкафом, и так же, как зашел, ползком, тихонечко, аккуратненько выходил оттуда. Заходить в святую святых мог только человек, который действительно к этому месту мира приспособлен. Если заходил неправильный человек, это все равно, что залезть в трансформатор с оголенными проводами, все. Значит, как это было, вы знаете, это замечательная история, первосвещение, его одежды, мы в следующий раз разберемся немножко подробнее, имели такое длинное пальто у него, как бы было такое голубое-голубое пальто, такой идеальный голубого цвета. И, значит, внизу на кромке этого пальто были колокольчики и такие пурпуровые гранаты. Не гранаты, а, в смысле, плоды гранаты. Пурпуровые такие, красивые, шитые колокольчики и гранаты. И вот это висело у него там, прямо рядом с полом. Зачем? Заземление. Примерно, да, примерно. Чтоб он звенел, когда ходит этими колокольчиками. То есть он ходил там внутри, никто же не знал, что там все происходит. Напоминает анекдот. Да. Я что, феномен? Да. Понимаете? Вот он звенел. Зачем? Потому что, если звенит, значит, живой. То есть евреи так слушали. Познякивает или все? И чуть дышит. Страшное дело. Это была чудовищная вообще профессия. Когда он заходил эту святую святую, когда он выходил из нее, он делал праздник, он накрывал столы, он звал вообще-то всех после елки бога. А что, бывали случаи в истории, когда не звенел? Да. Во втором храме каждый год звенел следующий. То есть они долго... Каждый год. И все спрашивают, ну как же так, такие идиоты? Как следующий брал на себя эту работу, если только что перед ним двенадцать человек за двенадцать лет? Смертельный исход. Каждый Йом-Кипур, причем уже нельзя туда войти, вы понимаете, в чем я? А как его вы считаете? У него к ножке была привязана вировочка. СМЕХ Они взяли с тобой? Вы понимаете, какая работа была у человека, да? Он заходил с этой вировочкой, с литрой святым. А дальше уже его выносили. А дальше уже с вировочкой. Вы понимаете, взойти-то нельзя. Это же ужас! Да, как эта история в Сангедрин, которая описывается про этот человек, который зашел туда и прочитал надпись и смог выйти. Вот эта история, которая, кажется, что на сто лет раньше произошла, чем этот Йошуа. Не-не-не, это что вы имеете в виду? То, что он зашел в храм. Кто он? Этот Йошуа, который они говорят. Нет-нет, это не он! То есть, это всегда Святый. Это не Святой Святый. Он зашел в храм. Они говорят, что основатель параллельной мировой религи. Он зашёл якобы в храм и якобы услышал. Там в Шемове-Бойриш 72 буквы . Или он прочитал или услышал. Но это всё не подтверждило информацию. Это, вообще, за сто лет до этого. Это неизвестно. Это вообще неизвестно. Это то ли был, то ли не был. Это такой апохреп, как бы, да? Вот. На короче говоря, он с этой вьёвочкой. И на нем была абсолютно вся ответственность за прощение еврейского народа в Евгипоре. Это значит большой разговор про роль личности в истории. То есть на этом первосвященнике, на этом главном духовном лидере еврейского народа была вся абсолютно ответственность, весь вес прощения греков. Он был как бы таким острием, как я, острием всего еврейского народа. Но это большой отдельный разговор, мы конечно к этому вернемся. Так вот каждый год их выуживали за веревочку. Почему следующий человек, которому назначали на этот лондон, вообще на нее шел? Они были слабоумные, видите все, которые каждый следующий год он шел, его назначали и вытаскивали за веревочку в Евгипор. Какой смысл идти? Так это же удивительная вещь. Какой психологический фон здесь вырисовывается? Каждый следующий считал, причем абсолютно с полными основаниями, что эти предыдущие-то что, они же были злодеи. Предыдущие-то они не подходили для этой должности. Понятно, что их за веревку вытащили. Ай-ня. Какие могут быть сомнения, когда мне предлагают быть главным духовным лицом в еврейском народе. Наконец нашли достойного человека. Идиот. Главным звонарем. Сколько надо было переубивать людей, чтобы найти меня! Говорило. Его тоже вытаскивали за веревочку. И каждый год следующий. Надо понять, что это такая была задолженность. Из-за этого следующего измельчали? Ужасно. Ужасно. Это был второй храм. В первом храме Шимон Ацадик... Во втором храме Шимон Ацадик был в начале 40 лет первосвященника. 40 лет человек был. Потом спокойно умер. Причем знал, что он умрел. В первом храме тоже их немного сменилось. То есть в первом храме было нормально. Во втором уже, конечно. Потому что должности эти покупали. Покупали. Была женщина. Вам напряжение повысило. Да. У кого же покупали? У кого же владение отдали? О! Значит, Синедрион, Коины. Все же совместно. Они решали этот вопрос. Но была такая Марта, дочь Боэдуса. Женщина, выдающихся финансовым достоинствам. Которая хотела быть женой первосвященника. А потом как-то оно пошло уже... Каждый год нового. Ну, не то чтобы каждый год прям нового. Она может быть рассчитывала на подольше. Но, в общем, каждый год их вытаскивали. Это была страшная тема. Вообще жуткая. Все были уже? Нет, нет, не все были ее мужья. Первый был муж. А потом как-то так уже просто повелось, что она платит и ставит тех, которые ей больше нравятся. Допустим, понимаете. Очень была богатая женщина. Олигархическая такая. По идее, она могла выйти только один раз замуж. Потому что Коин... Правда. Первосвященник не может живиться на вдове. Совершенно верно. Первосвященник. Коин на вдове может, а первосвященник нет. То есть, одного вытащили, а следующих уже просто из любви к искусству назначали. Если бы он. Просто вынимал из кого? Да, 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 да. Она их тасовала, таких первосвященников. И каждый при этом... Первосвященник обычно это человек в возрасте. Но не может быть ни жена. Ну, во-первых, смотрите, это совершенно не обязательно. Почему это в возрасте? Это нас рисуют на картинках, да, с вот такенной бородищей, белой, так, ну, чтобы он прям был похож на Аарона, понимаете, которому он был 83 года, когда он стал первосвященником. Да, Аарон был не молодой человек, когда он стал первосвященником. Ну, так-то, в принципе, это не обязательно. Можно, более-менее молодой. Главное, чтобы был подходящий, чтобы за веревку тащить не нужно было. Вот и все. Так потом, уже в Римской империи уже потом даже назначался первосвященник, его тоже вытаскивали? Нет, назначался, тот, который назначался, он изначально не мог идти даже в святую святыню. Должен был идти правильнее, назначенные евреями. Тот, который назначался, это, видимо, был, знаете, казенный раввин. Была такая должность в России тоже, казенный раввин, назначенный государством, он совершенно не всегда был подходящим. Но Каифа был назначен же, правильно здесь? Ой, это вообще неизвестная история. Был и мальчик, это же часть Апокрифа. Это не только был Каиф, да, ему было было списывать, но теоретически вопрос такой сложный. Кто там был, и был ли вообще. Это отдельный разговор. Да, ну это, значит, вот то, что мы учим, на самом деле, про Арон. Так теперь, последний вопрос, который мы задавали, на него ответ, почему Арон, который участвовал в Дрихе Золотого Тельца, таки, да, заработал себе такую величину, великую должность и его за веревочку ни разу не вытащили. Сорок лет человек ходил, как домой, даже не как в гости в святую святую. И веревочка ни разу не пригодилась, и умер он своей смертью, красиво, спокойно, первая, через сорок лет. Такой человек назывался святая святая, просто человек. В чем здесь дело? Веревочка святая, потому что он был не в святую землю. Где-то это должно быть написано. Если бы действительно была такая разница между святой святых в Мешкане и святой святых в Иерусалиме, такая, мошмути, знаете, смысловая разница, наверное, это должно было быть как-то где-то отражено. По идее, и там, и там была святая святая, и там, и там было величайшее напряжение. Почему мы видим, что оно величайшее? Потому что шкаф там в размеры не помещался и там, и там. То есть шкаф со всеми этими сверхъестественными явлениями стоял святой святых. Так оказывается, вот в чем дело. Дело в том, что не только шкаф не помещался, но и не помещалась та крышка, которая была над шкафом. Помните, мы говорили, как эта крышка, какая-то там крышка, она имеет такую наглость находиться над торой. Вроде тор, скрижаль, здорованный Всевышним, тор, великий закон в десять заповедей лежит в шкафу, а сверху над ним находится эта крышка. Что это означает? Мы говорили, что слово «копор» происходит от слова «копора» и «искупление». И что эта крышка, она выражает собой идею раскаяния, когда человек раскаивается и таким образом получает прощение за свои неправильные поступки. И вообще, эта идея швы, идея возвращения к Богу, она относится к этому высоченному уровню, который как бы даже возвышается над уровнем десятизаповый. И мы с вами говорили, что нет ничего более высокого и действенного, чем раскаяние. Именно поэтому еще шкаф со скрижалями не помещается в размеры нашего мира, потому что идея раскаяния, идея возвращения к Богу, она не вписывается в наше элементарное физическое пространство, она его преломляет, она выше его, потому что благодаря раскаянию, благодаря тому, что человек пересматривает свои неправильные поступки, он может пересмотреть их ретроспективно, то есть он может изменить свою жизнь задним числом. Не только время и пространство, но сам человек полностью перерождается, переделывается благодаря раскаянию. Как мы с вами говорим, что если правильно вернуться к Творцу, правильно пересмотреть все, правильно обещать ему, что делать ты будешь по-другому теперь, что злоумышленные преступления, они превращаются в заслуги. То есть как будто то, что человек совершал грехи какие-то тяжкие, оно не просто не засчитывается, оно не засчитывается при более-менее обычном раскаянии. То есть тогда, когда человек действительно пересмотрел, действительно нашел в себе силы изменить свой образ жизни, пришел к Богу, его предыдущие поступки, они не засчитываются как злоумышленные преступления. Если считаются ошибками, там ошибки, здесь ошибки, 25 раз ошибки, задними, все, ничего страшного, ошибки. Считается просто как ошибка. Но если он действительно глубоко осознал, если он это сделал из любви всевышнего, то тогда эти все преступления переворачиваются в заповеди. Считается, что он всю жизнь совершал прекрасные поступки, помогал людям, все делал как положено, каждую пятницу вместо того, чтобы футбол смотреть, садился за свой стол, все как будто переписывается задним числом. И эта идея, она, конечно, не вписывается в рамки нашего мира. И теперь мы знаем, почему Арон называется святая святых. Потому что написано в Талфуне, что был еврейский народ не был достоин в тот момент, когда евреи добровольно и обдуманно приняли на себя божественный закон. Не был достоин такой некрасивой истории с золотым тельцом, которая случилась. Это как бы было не по уровню еврейского народа, но зачем она произошла? Арон шували Рабим указать, какая сила содержится в раскаянии, когда все евреи раскаивались после этого страшного преступления. Когда Арон осознал свою ужасающую ошибку и раскаялся в ней, что он неправильно себя повел, выгнал неправильный линию поведения, может быть, где-то что-то неправильно сделал в момент этого подготовки к преступлению с золотым тельцом. Что пересмотр, глубокий пересмотр на уровне интеллектуальном, на уровне чувственном, пересмотр своей жизни это выход со границы всего мира. Это абсолютная переделка всего задним числом. То есть, человек буквально начинает своими руками в своем прошлом все абсолютно реально переделывать. Так это даруется, так это делается. Это великий, на самом деле, конечно, подарок. с раной всевышнего есть такая опция, шум и опция возвращения. Именно поэтому мы с вами 20 раз говорили, это называется возвращение. Что человеку позволяется вернуться в ту точку, где он начал неправильно себя вести, или где он просто неправильно себя вел там и там и там, вернуться в ту точку, осознать до глубины, что он что-то разрушил там, на духовном и практическом уровне, и тогда это все будет пересматриваться. Скажите, вот те люди, которые зашли, они, когда Моисея увидели, они же поняли, что они нашли столь. Да, поняли. Они же, скорее всего, тоже раскаялись. Те, которые были не до конца загрязнены, они, конечно, раскаялись, ничего с ним не случилось. А те, которые уже вышли за все границы и были злоумышленными преступниками, и те, которые подговаривали остальных евреев это сделать, понятно, что им уже прощения не было, они просто погибли в этой всей страшной истории. Но раскаяние Аарона, как классический пример раскаяния после Золотого Отечества, оно вводит его в должность святой-святы. Потому что именно этот человек, который смог совершить величие, великое, самое великое, наверное, в еврейской истории раскаяние, он становится первосвященником, он заходит в святую святых и чувствует себя там как дома, потому что этот уровень, уровень способности вернуться к Богу, прийти к Богу, несмотря на то, что это исключительно тяжелая работа, этот уровень является изначально, в самом высоте, самым главным вообще во всей лестнице духовных уровней. Вы знаете, что очень много на эту тему написано и сказано, и что есть замечательные, и шихасидские всякие истории, об этом вы можете почитать, как в разные эпохи, в разных ситуациях вот эта величайшая сила, сила человека, дающая ему возможность перерождаться, буквально перерождаться, изменять себя, изменять свое прошлое, и разумеется изменять свое будущее таким образом, как эта сила работает, и сколько величайших примеров этому есть. Ну и тем более, когда мы с вами находимся в двух неделях буквально, до дня суда, до нового года, до того приговора, который будет в течение десяти дней выносится мир, именно эта сила, именно эта идея пересмотра становится самой главной и самой актуальной для каждого из нас абсолютно. Потому что все мы в течение этого года, если как следует проанализировать и посмотреть, наделали самых разных и не всегда соответствующих необходимому и правильному вещей. Эти вещи должны быть осознанные прежде всего, как неправильные, но и естественно исправлены задним числом, то есть человек должен от этих вещей отвернуться, вернуться от них к Богу и пообещать Творцу, наступающему на Дух. Тогда эти люди увидели Моисея, они явно поняли, что они ошиблись. А я как могу понять, что в материнстве решили. Ну, одна голова хороша, две лучше, давайте советуем с собой. Вот, допустим, у вас есть сомнения, что когда однажды я пришел домой и не обнаружил горячего обеда, ну я не прав, но я вообще не обнаружил горячего обеда или ужина и сказал жене вот такой текст, от такого слова до такого я пришел домой и обнаружил горячего нет, но я не про вас рассказываю. А если пришел домой и не обнаружил ни обеда, ни жены и позвонил ей там, то есть вот у вас есть сомнения, вы правильно поступили или нет? То есть вы практически уверены, что правильно, так ей надо, но на всякий случай перепроверить, давайте перепроверим, поговорим, вдруг действительно в святых книгах будет считаться, что вы геды были в чем-то частичные, считай неправду. Где-то кое-где вновь. Да, ну все, значит надо будет сесть и что-то пересмотреть и в следующий раз хотя бы уменьшить количество эпитетов. Потихоньку, сразу же невозможно стать великим праведом. Ну вот так, сокращая количество эпитетов, количество восклицательных знаков. Собратить телевичество еды. Будем надеяться, что Всевышний не сделает с нами это, не допустит того, чтобы при улучшении нашего поведения произошло улучшение нашего рациона питания. Так не должно быть. Так не должно быть. Это должно сопровождаться большой обракой, большим благословением. Поэтому, каждая ситуация должна рассматриваться. Нужно взять перед рожжей, она обязательно час, два, сесть и просто вспомнить. Так календарик полистать. Что у нас было, что мы кому сказали, какие конфликты, конфликты, это очень важно. Вот это очень важно, перед рожжей, она все конфликты с людьми. Вот, посмотрим, что у меня с кем было и как я из этого вышел. Пришел человек и сказал, я тебе сделаю вот это за определенную сумму. Да. Сумму взял. Да. А вот я тебе это не сделал. А я ему сказал, Вася, ты не прав. Я не должен ему это не говорить. Нет, ну, смотри, почему не. Если это, все зависит, все зависит от того, у него ворота. Это обычное дело, когда мы с вами кому-то за что-то платим, это кто-то с этим исчезает неизвестное направление. Это же известно, если... Ну, правда, больно. Ну, не важно. То есть, вы ему сказали, но в любом случае, когда мы говорим что-то кому-то, мы должны понимать, что слово должно быть сказано правильно, без грубости, и оно не должно уронить образ царства священников и народов святых. Да? То есть, мы должны с вами высоко нести. Ну, тогда надо с мячом ходить. С футбольным. У меня друг вчера пистолет купил. Очень доволен. Да? Ну, сейчас вообще... Пистолет своим тенантом они тут же расплатили. Ну, так... То есть, мы теперь на такие перестали, перестали, да? Я просто не в курсе, да? Он абсолютно правильно это сделал, я так считаю. Он показал, что со святым народом шутить нельзя. О, опять вы со своей агрессивностью рыбьете, опять... Мы с вами уже говорили на это дело. Акрыс Это не наш метод. Да, я понимаю. Не наш метод. Он тебе к кирпичу, а я его газет. Мы... Смотрите, это все зависит от времени. Время, времени. Понимаете? До времена, когда у нас кошерное государство, царство дома Давида, когда у нас армия, когда у нас пророки. Ну, тогда, конечно, мы можем показать свою кошерную святую силу. Но когда у нас силы не кошерные, не святые, что мы ее будем показывать? Тогда у нас никогда не будет ни дома Давида, ни царства, А вот это мы как будем с вами раскаиваться в своих неправильных поступках. Все зависит от раскаивания. Вы знаете, написано в Талбуде, что колу полякица, что закончились все уже сроки, и что должно давно уже произойти спасение человечества, и заодно построение второго храма, третьего храма. Все должно уже быть. Но что эйна-довар, то вы его бичуа. Все это подвешено только к одной вещи, вот этому самому возвращению. Когда человек, вместо того, чтобы ударить соседа по голове, и получить от этого соответствующего удовольствия, я бы очень жалеть. Да, я понимаю. Но сосед получит самую сумму. Посмотрит, Рабьесик, в себя посмотри, не в соседа, а в себя. Таким образом он будет исправлять с ним. Вы знаете, один гость, вы его знаете, сказал, добро должно быть с вулаками. Я вот не понимаю вашего, все время призывов к раскаянию тогда, когда надо действовать. Понимаете? К сожалению, насилие порождает другое насилие. Вот. можно подумать, что народ святой Туры никогда не брал в руке оружие. Тогда, когда тебе сверху приказывают брать уже, когда у тебя есть для этого определенные основания, когда есть определенные ситуации исторические, когда есть пророки, которые связывают тебя с Богом, но он тебе говорит, да, сделай так, это совсем другая песня. А если мы сейчас начнем на свой страх и риск, так это же. восстание варшавского гетто было ошибкой. Минутки, совершенно другая история. Нет, то же самое. Вы просто другой аспект того же, что мы... Есть галактические ситуации, когда я нахожусь в какой-то определенной галактической ситуации опасности для жизни. Когда ко мне пришел человек с топором меня убивать, я обязан убить его первым. В совершенно независимости от дома Давида, от храма, от всего. Так? То есть есть обязанность защищать свою жизнь. Это совершенно другая история. Просто вопрос заключается в том, до какой степени эта обязанность простираться. А вот если мне просто не нравятся все эти люди, которые вокруг меня, я считаю, что они своими лицами ставят мою жизнь в опасное состояние. Вот я каждый встаю, смотрю на них, у меня подкингла. И они просто доводят меня до смерти своими лицами. Все, я сейчас возьму топор. в соответствии с головой буду нет, нельзя. Потому что это совершенно даст. Понимаете, то, что вы говорите, это напоминает притчу саперей. Потому что если он действительно покушался на мою жизнь, он преуспел в этом, я ему уже ничем не отвечу. а если я его упредил, так ради бога, можете думать все что угодно. Успеть убить всех мы все равно не сможем ради Асима. Но надо стремиться к этому ходить. хороший комплекс. позволю себе с вами не согласиться. Достаточно когда он убивает соседа. минуточку, когда он уже пошел убивать, его разработят. Но когда он просто ходит на работу и смотрит на тебя вот так, это может быть еще не начало процесса убийства. Ну, не любит нас, ну, что делать? Могут иногда заделывать. Делал проблему, пусть меха ему повылазит, если он на меня смотрит. Ну, Так нет, а другое дело, когда идет действительно угроза жизни или благосостояния, почему я не могу применить адекватные меры? Можете? Они бросают ракеты в наших детей, а мы должны говорить, что они не угрожают нашей жизни? А потому что они промахнулись, никого не убили. А если не промахнулись, если убили? Нет, если не промахнулись, тогда раз. Это уже вопрос. А если не промахнулись и не убили, тогда мы ответили и не промахнулись, тогда мы не правы. Подождите, если в вас реально начали стрелять, это совсем другая проблема. Я просто сейчас не могу с вами обсуждать подробности израильской политики. А мы не об израильской политике. Вы не раз слова израильника не произнесли. Потому что израильская политика настолько слажена и настолько большие люди в ней участвуют. Подождите, я вас крупным планом сделаю. Что я, как человек маленький и далекий от этого, не могу обсуждать, когда нам можно их взорвать, а когда нельзя. Там, пусть они ситуация, которая на Святой Земле сейчас имеет место быть, как мы все с вами понимаем, она страшна, она болезненна, и никто не знает, как из нее выйти. Поэтому, конечно, рассуждать с галактической стороны на эту тему можно очень много. Они нам угрожают, давайте мы их убьем. Кого? В каких количествах? Всех. Всех. В любых. 300 миллионов. Количество. Сейчас я их всех убью. 300 не надо. Раф, вы поймите. Раф, вы московские евреи. Вы никогда не имели дело с мусульманами. А я среди них вырос. А я среди них вырос. И там простой принцип работают. Если он тебя не боится, он тебя не уважает. Вот и все. Не надо убивать 300 миллионов. Какие-то несчастных 300 тысяч. И все будет хорошо. Можешь здесь 10 тысяч назвать стрельбишь. Как вы думаете? Это только 300. Это от них. Меньше чем 300 тысяч венесар. Я просто говорю. Я априори говорю цифры. С потолка, как говорится. Ну, двоих тогда достаточно. Можно и двоих. Если публично, очень хорошо действует. Вся деревня будет потом ходить вот так. Это все работает прекрасно. То же самое было с турками месхетинцевой в Узбекистане. Когда их начали резать. И когда 10 человек забаррикардировали в доме из охотничьих ружей. Перестреляли 4 узбеков. Все стало спокойно. Я был в этом кишлаке. Достаточно было убить 4 узбеков. И за охотничьих ружей. И все стало тихо, спокойно. И все народное возмущение пропало. Значит, получается, что вы нам в следующий раз будете раздавать охотничьи ружья. Нет, не надо. Мы их сами купим. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Уважение к холестиву. Людям надо идти домой. Давайте сейчас помолимся. А этот диалог. Помолимся. А стрелять начнем после молитвы Марии. Только после молитвы. У вас есть у людей дети, домов и так далее. Да. Окей. Дети и так далее. Это хорошо сказано. И так далее. В особенности. Вы закончили объявление. Да. Выключать. Сначала я хочу сказать.